В выступлении президента основные направления внутренней и внешней политики, положение страны, ситуация в экономике. Большой блок посвящен соцсфере. В течение двух ближайших лет Путин поручил подключить все российские больницы и поликлиники к интернету. Это позволит врачам даже в отдаленном поселке использовать возможности телемедицины. А помимо решения проблемы с третьей сменой в школах, не должно оставаться и аварийных зданий. Учебные заведения необходимо реконструировать. Сделал акцент президенты на развитии реального сектора экономики. Речь в том числе зашла и о поддержке аграриев. По словам президента, экспорт сельхозпродукции дает нам сегодня больше, чем продажа вооружения. В развитии сельского хозяйства многое зависит от регионов. Считаю, что нужно дать им больше самостоятельности в определении приоритетов использования федеральных субсидий на поддержку АПК. А сам их объем связать с увеличением башни, повышением урожайности, других качественных показателей эффективности производства. Далее, чтобы у наших фермеров появились новые возможности для выхода на рынок, необходимо уделить особое внимание поддержке сельхозкооперации. Я прошу заняться этим вопросом и Минсельхоз, Россельхозбанк, Росагролизинг, а также корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства. В следующем году мы пополним ее капитал почти на 13 миллиардов рублей. Послание к федеральному собранию президент огласил в Георгиевском зале Кремля. Там собрались депутаты Госдумы, сенаторы, члены правительства, главы традиционных конфессий, руководители регионов. В числе приглашенных были председатель законодательного собрания края Владимир Бикетов и губернатор Кубани. По мнению Вениамина Кондратьева, выступление президента о реальных проблемах людей, о способах их решения и о будущем страны. Все были свидетельны тому, что послание президента – это послание о жизни. Вот он четко сказал, что будущее России, будущее российской экономики в детях. И сегодня мы должны это понимать в том, что на школах, на детских садах, на образовании наших детей мы не можем экономить и экономить не будем. Он также отдельно обратил внимание и на фермерство. Фермеры – это сегодня в нашем регионе, как я называю, подушка безопасности. А чтобы фермерам и в целом нашим аграриям стать сильнее, им, конечно, нужно объединиться посредством кооперации. Кредитная политика, которая сегодня провозглашена или обозначена президентом России, тоже очень важна. Он поручил, чтобы все-таки продумали политику доступных кредитов. Будут установить показатели результативности для каждого получателя субсидий, добавил Вениамин Кондратьев. А чтобы ликвидировать третью смену в школах, в следующем году планируют ввести не менее 5000 дополнительных мест. А к строительству учебных заведений привлекают инвесторов, рассказал журналистам глава края.